здравствуйте дорогие подписчики и гости моего канала добро пожаловать всем новым подписчикам сегодня я хочу показать вам мои первые продвижения по процессу подсолнухи sunflowers так называется эта схема из очень старенького журнала 90-х годов сейчас показываю вам половинку этой схемы нет смысла показать весь целый объем схемы ставлю вам где-то картиночку какой процесс я вышиваю и кстати очень много девочек как я и предполагала заинтересовались этой этим дизайном и тоже хотят его отшить и просят поделиться у меня этой схемой эту схему мне предоставила наталья аребкина я надеюсь наташа ты не будешь против если мы ее выложим на моей страничке вконтакте чтобы девочки те которые желают вышить этот дизайн могли перейти и скачать эту схему я не вижу в этом ничего плохого потому что данный журнал перестал существовать по моему уже очень много лет и мы никому не сделаем вреда если поделимся этой схемой и мне кажется такие дизайны должны жить потому что мы таким образом даем им вторую жизнь и оживляем их и не даем быть забытыми вот поэтому оставлю на своей страничке вконтакте переходите забирайте схемочку схемочка очень хорошо читается вот и что я тут на вышивала так ну я хочу немножко рассказать что вначале я приступила вышивать на большом отрезе от от свой горд это по-моему у меня 35 каунда что точно за основа не помню но 35 каунт очень красиво получились крестики все здорово и замечательно но этот каунт получился намного мельче чем вот этот каунт который я нашла у себя в запасах небольшой кусочек такой канвы я посчитала мне его хватит здесь примерно 40 на 40 сантиметров уже точно не буду говорить какой здесь отрез и вот этот отрез еще два я выиграла у инны брудерии у нее был тег на ее канале как только она пришла на youtube она сделала тег и все кто отвечал на этот тег она всем дарила подарки у нас тогда было мало поэтому это можно было сделать вот лежала очень долго этот конвертик и вот пригодился я все думала что же мне вышить на этих тканюшечках замечательных вот теперь я знаю что на них я буду вышивать сэмблеры так 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 сверну и вот так буду показывать это тканина покрупнее и сам цвет немножко по серии идет такой цвет мешковины красивый оттенок основы мне очень нравится и и сейчас вы можете посмотреть как смотрится на этой основе мои первые крестики крестики стежочки мне очень нравится гармонично сочетаются цвета с этой основой конечно мне хотелось бы еще бы покрупнее каунт чтобы дизайн был еще покрупнее может быть наверное не нужно делать крупный размер но вот почему то мне бы хотелось может быть это первые впечатления и они изменятся как только я вышью какой-то объем потому что здесь но всего лишь маленький кусочек схемы вот вот здесь я нахожусь вот этот уголочек даже еще половины не вышло до половины ну два шага скажем так будет половина вот что могу сказать значит здесь используются также стежочки специальные которые называются вот смирно стич кросс смирно кросс этот стежок состоит крестик как бы там состоит из восьми полукрестиков и его нужно вышивать в каких-то участках схемы в четыре нити в три нити я попробовала вышивать вот здесь этот стежок получился не крестик а такой шарик очень пухлый объемный и мне не понравилось это наверное рассчитано может быть на 14 10 11 каунты а вот для такой мелкой основы крупновато и очень грубо я здесь вышиваю в две ниточки причем я делаю всего лишь шесть полукрестиков не закрываю полностью все восемь полукрестиков как указано по схеме и даже так получается очень объемно и мне нравится так вот эти буковки тоже вышиваются этим стежком смирно кросс и здесь таким же образом я вышиваю только шесть полукрестиков просто делаю стежки немножко в другом порядке здесь у меня идет горизонтальное закрытие стежка последнего а здесь вертикальное получается немножко такой разный объем прикольно красивый идет бордюрчик такие стежочки интересно вышивать но я хочу сказать сложно здесь нужно считать постоянно ниточки глазки устают то есть эта вышивка она не для всех или для всех но с лупой не так-то просто ее и вышивать вышиваю я ее редко по одному дню в неделю ну здесь в частности я вышивала всего лишь два вечера вот за два вечера получилось у меня вот такая вот красота так как я вышиваю на пяльцах я сейчас хочу вышить все элементы которые у меня попадают на эту схему то есть в вазе буду дошивать какие-то здесь крестики немножко захвачу наверное один листик пол листика цветочки и буду переставлять уже пяльца двигаться вправо и конечно же буду вам показывать все то что у меня получается какие идут продвижения в этом окошке который я уже вышила бэкстич чем будут мои инициалы справа будет подобное окошко там будет год отшива вот такой вот у меня мой первый сэмплер никогда бы не могла подумать что я буду вышивать сэмплер это для меня открытие и новинка очень интересно сейчас активно наблюдаю за новинками что вышиваю девочки сэмплеров себе присматриваю тоже какие-то интересные дизайны но пока заказывать ничего нового не буду буду вышивать вот этот и дальше будет видно скажем так все увидимся новом включении не прощаюсь вот сижу вышиваю мой сэмплер и решила немножко заснять вам показать мой рабочий процесс как мы выглядит стол и вообще как я сижу вышиваю вот ничего без подготовки как есть потому что у меня времени мало мы собираемся идти на прогулку сегодня воскресенье прекрасный чудесный день и не хочется его терять вот так стоит с краешку мой зайка мой новый бисерный процесс этом еще чуть-чуть повышевала и вот таким образом у меня здесь пристроены целых две лампы потому что вышиваю на равномерки очень мелкой и особенно вечером хочется больше освещения здесь у меня находится компьютер я вот сейчас смотрю алину рукоделия конечно же моя новая орхидейка такая красивая уж подарил их много особенно на работе часто дарят вот но покажу поближе что я здесь на вышивала покажу вам схемку вот так выглядит схема я сейчас практически тошила полностью весь бордюрчик до правого нижнего угла осталось выше чуть-чуть не поместилась у меня на пяльцах начала я вышивать вот такой бордюрчик который вышивается стежком из мир на кросс очень мне не нравится этот стежок почему-то скучно мне вышивать здесь три четвертые креста половинки нужно делать вот такие вот треугольнички и я решила в общем разбавить все это дело вышиваю поочередно корзинку и вот этот стежок и точно также я вышиваю вот эти буквы они тоже высыпаются стечком из мир на кросс по одной ниточке вышиваю бордюр и потом по чуть-чуть вышиваю корзиночку корзинка в принципе вышивается очень очень просто здесь я вышила контур корзинки разграничения вот она и теперь буду заполнять вот эти ромбики наполнять цветом там нет смешения цветов ничего сложного все просто буду заполнять цветом потихоньку вышиваю очень мне нравится ткань которую я все-таки выбрала и как хорошо что я вспомнила о ее существовании хорошо что я вспомнила что мне есть этот отрез ткани здесь очень очень эффектно смотрится особенно вот этот бордюр мне нравится шикарно вообще вот ниточки на данный момент как идут сочетания мне все очень очень нравится вышла я здесь свои уже инициалы но видно только пи джи вот здесь у нас краешку и и не видно на под пяльцы ушла переводится джулия папа юлия папа вот дальше здесь будет также в рамочке год вышиваться ну это еще не скоро сейчас у меня все силы на эту корзинку я вышиваю этот сэмплер крайне редко всего лишь вот два дня я вышивала вот то что вы видите это за два дня у меня вышел сегодня я еще повышеваю сколько смогу столько и вышится вот еще хочу вставить небольшое видео видеофрагмент показать вам вышивку одной моей посетительницы часто с моими посетителями мы беседуем также и на отвлеченные темы есть у меня одна женщина которая с украины она родом с черновцов но всю свою жизнь прожила в сибири в магадане и вот последние почти 20 лет она живет уже здесь в греции ее зовут сильвия с 8 лет представляете она вышивает и вышивала с 8 лет на продажу вот она вышивала а ее учительница это все продавала ей помогала так как она девочка ей не не разрешалось то время продавать свои работы у ее учительница был магазинчик и она портовала салфетки и девочка помогала своей семье своим рукоделием и не просто потому что нужны были денежки а потому что ей нравилось вышивать и вот она говорит всю ночь сидела и вышивала конечно потом увлечение с возрастом не прошло она продолжала вышивать и сейчас и и уже но я не могу сказать возрасте у нас можно сказать возраст это за 80 а здесь когда тебе 50 60 это вообще еще даже такой детский возраст вот и она продолжает вышивать но уже зрение конечно не то не вышивает на мелком каунте а вышивают крупные вот она вышила огромное огромное такое покрывало я очень ставлю ставку и там уже все подробно расскажу ну а я в то время продолжу работать над этой вышивкой и увидимся в следующем фрагменте а Продолжение следует... Ну, а тем временем я дошила в мою корзинку и практически завершила вышивать бордюрчик. Что могу сказать? Бордюрчик вышивается для меня очень-очень скучно, очень тяжело. Я просто вот через силу его вышила. Здесь используются три четвертых креста. Нужно вышивать вот эти вот, делать пирамидки. И стежочек здесь идет измирно кросс. Почему-то мне его вышивать очень скучно, нудно, неинтересно. Все-таки вот крестик, в нем есть что-то волшебное, что-то завораживающее. И мы получаем такое какое-то необъяснимое удовольствие именно от вышивки крестом. Не так нас затягивают полукрест и какие-то другие стежки, а вот именно крест. Кто знает, в чем секрет этого стежка, неизвестно. Но факт остается фактом. И пока я вышивала, вышивала я по утрам, перед работой. Я вот здесь, вот как только сразу стала вышивать, в первом ромбике, я перепутала нитку и взяла на тон темней. Точнее, я не перепутала нитку, я взяла правильно бобинку. А сверху на ней был намотан остаток нитки, две ниточки другого оттенка, который практически не отличался. То ли, может, у меня уже что-то с глазами. Но вот не отличался. Он был намотан. Я отмотала отсюда ниточку, вышила первый ромбик, приступила ко второму и увидела разницу, что цвета отличаются. И поняла, что я сделала ошибку. Пришлось распарывать, чего я очень не люблю. И, к сожалению, здесь я подпорола по ошибке немножко крестики. Придется вот тут мне тоже переделывать этот фрагмент. Ну, ладно, это не так-то много, это все можно подправить. Ну, и здесь, вот видите, не зашитые пятна остались. Там будут бутончики, листочки, цветочки. Поэтому этот элемент у меня еще не завершен. После чего я передвину пяльца и буду вышивать уже в правый нижний угол. В принципе, вышивается вот легко, вышиваю иногда, но, видите, процесс движется. На схеме я сейчас нахожусь, нахожусь вот здесь. Я вышила бордюрчик слева, практически весь бордюр снизу. Остался маленький уголочек справа и поднимаюсь вверх. Корзинка вся готова. Окошко с годом отшива. Ну, и тут какие-то маленькие цветочки, лепесточки. Вот, говорила, здесь у меня пробел нужно заполнить тоже крестиками. И буду дальше продвигаться, приставлять пяльца. Впереди меня ждет самое-самое вкусное. Это букет подсолнухов. Обожаю подсолнухи. Давно мне хотелось что-то вышить с подсолнухами, но как-то не было вдохновения. И вот этот сэмплер меня просто сразил. Жду подсолнухов. Очень мне нравится ткань, как сочетаются на этой основе все цвета ниточки. Получается ярко и очень интересно. Вот такие мои небольшие продвижения по этому сэмплеру. Рада была поделиться. Вам также желаю хорошего настроения. Ну и до новых встреч. Всем пока-пока.